Нашла в интернете вакансии 12,5 тысяч зарплата. В конце мая студентка первого курса Мария Звенигородская решила самостоятельно заняться поиском работы на лето. Объявление в интернете явно заинтересовало, и девушка отправилась на собеседование. Мне предложили пройти 4 лекции, якобы обучение. С меня взяли 360 рублей, и я их отдала, и я не получила квитанцию. Я узнала, что они занимаются распространением БАДов, просила вернуть деньги, но они не вернули. Вскоре о неудачной попытке дочери найти работу узнал отец. Когда Александр Звенигородский узнал название компании, понял, с кем связался. Первое название – это TGK, это просто TGK. Второе название – это OOO, TGK Group. Собирает деньги с людей, и можно сказать, что кидает их. Вот этот вот сетевой маркетинг, так называемый сетевой маркетинг, ну а на самом деле это по сути финансовые пирамиды. Со слов пострадавших, компания сомнительного трудоустройства меняет адреса, как перчатки. Некогда офисы и организации находились на улице Володарского и на 60 лет октября. Теперь двери компании закрылись и на улице Карагандинской. И по телефону нас действительно пригласили уже по новому адресу. Пучкалову 55А в 5 часов вечера. К тому времени там уже собралась добрая толпа желающих найти работу. Порыв Звенигородских вернуть свои деньги здесь явно не оценили. За обучение денег никто не берет. Я сплатила деньги, меня не отдала. Значит, вы не брали, помнили, кому обращали. Также здесь не оказались рады появлению съемочной группы. Доблестные работники компании попытались избавиться от камеры. Призыв переговорить с начальством услышан также не был. Тем временем, в свою очередь, на собеседование-семинар ждали и другие безработные оренбуржцы. Я пришел, мне объяснили, что будет платный курс, точнее авансовый. То есть я сначала дам деньги, они мне какие-то документы дадут. Так что вместо своих денег Звенигородские удостоились от кампании лишь прощального поцелуя. Впрочем, похоже, это только начало. Это дело я оставлять не буду до конца, вне зависимости от того, вернут деньги или нет. Яна Корчик, Дмитрий Журавлев. Наше время.